Современные киноделы редко заморачиваются на предмет наполнения своего фильма второстепенными деталями. Они просто рассказывают мимолетную историю, которая забывается через пару часов. Как хорошо, что не все настолько потребительски относятся к своему зрителю. Сейчас взглянем на несколько мелких, но шикарных деталей в культовых фильмах. Все они лишь косвенно влияют на раскрытие сюжета, но отлично показывают скрупулезные отношения автора к своему творению, а также к зрителю. Возможно некоторые из этих деталей вы не замечали, а если и заметили, то это отличный повод пересмотреть хороший фильм на досуге. Шоу Трумана, заменитель солнца в культовом фильме и лучшей драматической роли Джима Керри множество неявных мелочей, которые с самого начала дают подсказку о реальном положении дел главного героя. Сам же он их решительно не замечает. Но внимательные зрители сразу понимают, что-то здесь не так. Одна такая мелочь банка с витамином Д в доме у главного героя. Этот витамин человек получает преимущественно от солнечного света. Неудивительно, что герой пьет его отдельно, ведь весь его мир это съемочная площадка. Властелин колец, Братство кольца. Снежные эльфы в первом фильме Питера Джексона можно увидеть важный сюжетный момент, где Братство кольца переходит по заснеженным горам. Каждый член группы утопает в снегу, даже великий маг Гэндальф идет по пояс в снегу, но не Леголас. Хитрый эльф спокойненько шагает рядом с увязшими товарищами и совершенно не проваливается в снег. Также, Леголас не оставляет следов. Это вовсе не киноляп, согласно первоисточнику толкины эльфы на это способны. Джексон дотошно перенес множество мелочей в свой фильм, это одна из них. Интерстеллар, время основной лейтмотив культового фильма Кристофера Нолана был вовсе не в драматичном выживании человечества, а в самом понятии времени. Как можно измерить время, часами? Нет, они измеряют не время, а сами себя. В фильме даже корабль главных героев выполнен в виде часового циферблата с 12-ю делениями. Довольно символично. Кингсман, секретная служба, прожорливый Питт на одном из кадров известного фильма отчетливо можно увидеть газетную вырезку, которая гласит «Бред Питт съел мой сэндвич». Это прямая отсылка на то, что практически во всех своих фильмах Питт обязательно что-нибудь жует в кадре. По этому поводу в Голливуде шутят уже второй десяток лет. Сам Питт нередко отвечает на колкость тем, что очень любит поесть и совмещает приятное с полезным. Криминальное чтиво. Мой фильм «Мои правила» Квентин Тарантино давно известен своей манерой снимать фильмы так, как ему угодно, невзирая на голливудские тенденции и прочие несущественные мелочи. Одной из таких важных для инвесторов мелочей всегда была реклама – пресловутый продакт-плейсмент. Для борьбы с лишней рекламой в своих фильмах он выдумал свою собственную марку «Сигарет красное яблоко». В кадре практически всех его фильмах есть курящие персонажи, они все пользуются продукцией именно этой несуществующей марки. «Убить Билла», «Криминальное чтиво», «От заката до рассвета и т.д.» – везде одна и та же марка. Таким образом он не только высмеял особо жадных режиссеров, но и объединил свои фильмы в одну вселенную. Отечественным киноделам есть чему поучиться, иной раз у «Майонеза» больше экранного времени, чем у главных актеров. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока!